Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала! В комментариях нас неоднократно просили рассказать о первых проектах средних танков СССР, и в частности о танках Т-12 и Т-24. Действительно, эти проекты заслуживают внимания, так как представляли собой определенные направления в танкостроении СССР до военного периода, в котором были реализованы оригинальные идеи, в отличие, скажем, от танков, которые впоследствии стали производиться массово и в которых использовались зарубежные наработки. Это танки серии БТ. Итак, как мы уже упоминали в предыдущих видео, 8 октября 2024 года на заседании руководства Главного управления военной промышленности был заслушан доклад об организации работ в области танкостроения. Среди типов боевых машин в докладе впервые были упомянуты маневренные танки. Танки, способные оказать требуемое содействие при преодолении укрепленных позиций маневренного типа, то есть сооруженных в течение непродолжительного промежутка времени. Такие танки не должны составлять постоянного организационного соединения с войсковыми частями, а должны придаваться им в виде специальных танковых средств по мере необходимости. В докладе приводились также и некоторые характеристики маневренного танка. Вес 16,4 тонны, не больше предельной нагрузки обыкновенной железнодорожной платформы, грузоподъемностью 1000 пудов. Размеры не должны превышать пределов, допускающих свободную перевозку по русским и заграничным железным дорогам, то есть высота не более 3 метров, ширина не больше 3,15 метров, переезд самоходом на расстоянии до 300 километров, преодоление канавы шириной до 2,5 метров, уклона до 45 градусов, крена до 30 градусов, броня, лоб, борт 20 миллиметров, башня 26 миллиметров, крыша, дно 6-8 миллиметров, скорость до 30 километров в час, двигатель четырехтактный, низкого сжатия, быстрого сгорания, трансмиссия механическая. В конце 1924 года в Московском техническом бюро Шукалова выполнили проекты маневренных средних танков. Это были оригинальные проекты 18-тонного танка ГУВП и 16-тонного ГУВП. По внешнему виду танк ГУВП напоминал площадку бронепоезда на гусеничном ходу. В носовой части корпуса которой располагалась башня 76,2-миллиметровой краткоствольной пушкой образца 2013 года. В шаровых опорах, расположенных в бортовых и кормовом листах корпуса, устанавливались три сдвоенных пулемета системы Федорова калибра 6,5 миллиметров. Для наблюдения за полем боя служила командирская башенка с тробоскопом. Противопольную защиту предполагалось изготавливать из катанных броневых листов толщиной 13 миллиметров. В танке планировалось установить карбюраторный шестицилиндровый двигатель «Ликардо» с мощностью 150 л.с., закупленный в Англии в количестве шести экземпляров. Использование в танке этого двигателя, имевшего большие габаритные размеры, привело к большой высоте машины. Не совсем удачно размещался и экипаж танка. Расчетная максимальная скорость танка составляла 29 километров в час. Запас хода достигал 150 километров. При рассмотрении в артиллерийском управлении проект танка не утвердили, но признали его пригодным для дальнейшей переработки. Проект 18-тонного танка ГУВП отличался от проекта 16-тонного танка вооружением, усиленной броневой защитой и конструкцией ходовой части. В носовой части машины, во вращающейся башне, вместо 76,2-мм пушки устанавливалась 45-мм пушка, а в кормовой части малая пулеметная башенка. Предполагалось дополнительно разместить в бортовых шаровых опорах два сдвоенных пулемета системы Федорова. Максимальная толщина катанных броневых листов составляла 22 миллиметра. Экипаж сократили с 6 до 5 человек, но этот проект также не получил развития. В итоге бюро приостановило переработку большого маневренного танка массой 18 тонн и перешло на проектирование малого полкового танка массой 3-4 тонны. Полномасштабные конструкторские работы по новому маневренному танку развернулись только после утверждения 2 июня 1926 года трехлетней программы танкостроения, которая предусматривала в течение трех лет оснастить Красную Армию всеми видами современной бронетанковой техники. Так, 17 ноября 1927 года Главное конструкторское бюро получило задание на проектирование маневренного танка под обозначением Т-12. Для постройки обычного образца танка и освоения в дальнейшем его серийного выпуска определили Харьковский паровозостроительный завод имени Коминтерна. Первоначально на танке планировалось установить переделанный 200-сильный авиационный двигатель Испано-Сюиза, но позднее, в феврале 1929 года, переориентировались на отечественный танковый 8-цилиндровый двигатель мощностью 180 лошадиных сил, создаваемый на заводе «Большевик» под руководством «Микулина». Планетарную коробку передач для танка изготовили и испытали зимой в период 28-29 годов в виде модели в одну треть от натуральной величины. После испытания модели приступили к изготовлению опытного образца. Основные рабочие чертежи всего танка завод получил в течение февраля-мая 1929 года. Опытный образец танка Т-12 значительно отличался от проекта. По первоначальному эскизному проекту машина была трехбашенной. Одна пулеметная башня располагалась перед орудийной, вторая пулеметная на крыше орудийной. Однако установку передней башни признали нецелесообразной, и третий пулемет разместили в левом борту орудийной башни. По сравнению с проектом длина корпуса танка увеличилась. Подверглись изменениям ходовая часть и силовая установка. По одному из вариантов на Т-12 предусматривалась установка шестицилиндрового карбюраторного двигателя фирмы БМВ или фирмы Сидней Пума. Однако эти двигатели имели достаточно большую длину и не помещались в моторно-трансмиссионное отделение танка. Кроме того, для танка, помимо двигателя Микулина, под руководством Беккермана, проектировался двигатель Т-12 аналогичной мощности 180 лошадиных сил. Но изготовление этих двигателей так и не завершили. Пришлось использовать авиационный карбюраторный двигатель М6 мощностью 200 лошадиных сил. Компоновочная схема танка Т-12 отличалась от классической двухъярусным размещением вооружения в большой и малой башнях. Высота танка составляла 2,95 метра. В большой башне находились 45-мм танковая пушка системы Соколова. Начальная скорость снаряда 600 метров в секунду. Две автономные шаровые установки со сдвоенными танковыми пулеметами системы Федорова-Иванова образца 1925 года в переднем и левом бортовых листах башни. Однако на выпущенном опытном образце вместо сдвоенных пулеметов системы Федорова-Иванова установили 7,62-мм пулеметы системы Кольта. На крыше большой башни находилась малая башня с аналогичной пулеметной установкой. Она имела независимое вращение от большой башни. Боекомплект танка составлял 100 выстрелов к пушке и 4000 патронов к пулеметам. При проведении испытаний вооружение в башне не устанавливалось. В состав экипажа машины входили 4 человека. Механик-водитель располагался в отделении управления у правого борта корпуса машины. В большой башне размещались два члена экипажа командир танка, он же наводчик, и заряжающий, он же пулеметчик. В малой башне оборудовалось рабочее место пулеметчика. Большая башня имела ручной механизм поворота. Для вращения малой башни использовался спинной упор. Броневая защита корпуса и башни противопульная. Соединение броневых катанных листов, имевших толщину 12 и 22 мм, производилось с помощью заклепок. Стыки броневых листов корпуса герметизировались. Корпус и башни опытного образца машины изготовил Ижорский завод. При этом были использованы листы из конструкционной, неброневой стали. Боевая масса танка превысила расчетную почти на 3,5 тонны и составляла около 19,5 тонн. В кормовой части корпуса вдоль продольной оси танка устанавливался авиационно-четырехтактный восьмицилиндровый V-образный карбюраторный двигатель М6, жидкостного охлаждения с сухим картером. Емкость топливных баков составляла 400 литров. Запас хода танка по шоссе достигал 160 км. Трансмиссия машины состояла из главного фрикциона, четырехтупенчатой реверсивной планетарной коробки передач с наружным зацеплением шестерен, простого дифференциала с фрикционными тормозами и двух простых бортовых редукторов. Коробка передач и дифференциал были выполнены в одном картере. Впоследствии, по результатам испытаний, было разработано несколько вариантов конструкции тормозов, из которых лучшие признали конструкцию плавающих ленточных тормозов, предложенную Заславским. В качестве прототипа использовалась конструкция подвески малого танка Т-18 МС-1. На каждом борту устанавливались четыре тележки с двумя сдвоенными опорными катками малого диаметра в каждой и четыре сдвоенных поддерживающих катка, которые имели наружную амортизацию. Опорные катки на осях тележек монтировались на роликовых подшипниках. Направляющие колеса большого диаметра имели механизмы натяжения гусениц. Каждая гусеница собиралась из 140 литых траков и 140 пальцев. В дальнейшем предполагалось заменить литые траки штампованными. В кормовой части корпуса крепился удлинитель длиной 0,7 метра для преодоления широких рвов до 2,65 метров. Длина танка с хвостом составляла 6,28 метров, высота 2,95 метра, ширина 2,81 метра. Танк мог преодолевать ров шириной 2,6 метра, брод глубиной 1,2 метра и вертикальные препятствия высотой 1 метр. С 28 апреля по 2 мая 30-го года прошли очередные испытания, на которых присутствовали Ворошилов, Халебский, а также представители от Харьковского завода. На испытаниях Т-12 продемонстрировал свои лучшие возможности, успешно пройдя по пересеченной местности и осилив подъем под углом 35-36 градусов на первой передаче. На грунте скорость составляла 26 километров в час, но при повышении числа оборотов двигателя до 2000 в минуту скорость доходила и до 30 километров в час. Танк сумел преодолеть двухметровый окоп на песчаном грунте. Потенциально он мог перейти еще и ров шириной 2,65 метра. Огневые испытания провести не удалось в полной мере из-за отсутствия пулемета Федорова. На танке был установлен 7,7-миллиметровый с танковый пулемет Льюис в шаровой установке конструкции Шпагина. Точность стрельбы составляла 60%. Стрельба из пушки не прошла ввиду неготовности основного орудия. 12 июля 30-го года прошли повторные огневые испытания с новой пушкой. Полный боезапас танка составлял 100 выстрелов и 4000 патронов пулемета. Но в случае установки полного комплекта вооружения он бы составлял 98 снарядов и 7200 патронов. Также обстрел бронеплит танка привел к выводу о соответствии защиты танка требования. Однако проблемы, выявленные на первых испытаниях, исправить в полной мере так и не удалось. Госкомиссия в целом была довольна танком, однако порекомендовала провести его доработку, повысив запас хода танка и исправив проблемы с гусеницей и коробкой передач. Танк так и не поступил на вооружение РККА, однако на модифицированном танке Т-24 все недостатки были исправлены. Танку Т-24 будет посвящено следующее видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если видео вам понравилось и обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok